Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Добрый вечер, Гомель». В студии Александр Гамоля и Светлана Князева. Уважаемые телезрители, совсем недавно в Гомеле впервые прошел республиканский конкурс «Мужчина в библиотечном деле». В нем приняли участие 8 мужчин-библиотекарей из разных уголков нашей страны. И сегодня трое из участников конкурса у нас в гостях. Это известный нам и многим телезрителям участник рубрики «Книжные новинки» в передаче «Добрый вечер, Гомель». Победитель номинации «Мистер Элегантность» библиотекарь отдела краеведения Гомельской областной библиотеки Николай Скинтиян. Николай, добрый вечер! Здравствуйте! Также у нас в гостях обладатель приза зрительских симпатий по результатам интернет-голосования. Сегодня заведующий отделом обслуживания Брагинской центральной районной библиотеки Максим Ласеца. Добрый вечер, Максим! Добрый вечер, Максим! И наш третий гость, победитель номинации «Профессионал высокого класса», ученый-секретарь Гомельской областной библиотеки Юрий Максименко. Юрий Иванович, добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые гости, разрешите вас поздравить с яркими и запоминающимися выступлениями на конкурсе. У нас просто сегодня занялось для библиотечного отдела, присутствует в нашей программе, и нам очень приятно. Судя по отзывам, вы смогли раскрыться на конкурсе не только как профессионалы в своем деле, но и как люди очень творческие, интересные, неординарные. Чуть позже вы расскажете, как вам это удалось. А пока поделитесь собственными впечатлениями о конкурсе. Как вам конкурс? Первый все-таки вы, так сказать, открыватели этого дела. Юрий Иванович? Я, наверное, можно начну немножко издалека, да? Можно. В прошлом году мы, областная библиотека и Гомельское городское отделение Белорусской библиотечной ассоциации, провели конкурс «Мисс Библиотека». Он был как первый городской, но по тому факту, что он был пока первый в республике, его можно тоже считать республиканским. И вот мы ехали, как сейчас помню, с конгресса, с библиотечного, с национальной библиотеки в прошлом году, с директором, там, с заместителем директора, и обсуждали планы на будущее. И вот родилась идея. «Мисс Библиотека» у нас была, почему бы не провести вот такой конкурс. И Марина Сергеевна, она всегда сама креативный человек, и тем более она всегда поддерживает креативные такие идеи. Вот что из этого получилось, зрители, пришедшие 9 ноября в библиотеку, увидели. Там действительно мы, хотя ожидали гораздо больше участников, потому что, при всем при том, что профессия библиотекаря в наше время вроде бы в большинстве своем женские образы имеет, но все-таки мужчин много работает в библиотеках, особенно в республиканских, как республиканская научно-техническая библиотека, медицинская, национальная библиотека, там огромное количество мужчин. Но вот библиотека технологического Белорусского университета, ну вот не побоялись, рискнули. Вот 8 человек, 8 человек. Да, но это первая ласточка. В следующем году, глядишь, если будет конкурс. Ну, смотри, вот другие посмотрят, думаю, блин, классно вообще, супер. И раз, и в следующем году будет уже 16 участников. Ну, Юрий Иванович, вы, конечно, и организатор имеете отношение, но свои впечатления как участника от конкурса удовольствие получили? Вы знаете, для меня этот день был настолько нервным. Я как человек, который, в общем-то, ведущий, участник, в общем, сценический я человек. Но этот день был для меня настолько нервным. У меня прямо с утра была вот такая нервная тряска. Я успокаивал себя валерьянкой, пил ее, не помогала. Во время конкурса было, вот до спазмов в желудке было. Было ужасное волнение, с которым невозможно было справиться. Но тем не менее, все-таки, видела я ваше выступление бесподобное в юмористическом конкурсе, удался выход и в других, и в дефилировали, и так прекрасно. Ну, еще тоже поговорим об этом. Вот Юля, которая из «Хрустальной нимфы», которая с нами проводила накануне занятия по дефиле. Кстати, для нас всех это было самое, наверное, тяжелое испытание из всех участников. Но вы были все так хороши. Она смотрела на нас, вот как мы ходили, ходили, а потом она сказала мне во время репетиции, «А вы можете как хотите, а вы такой харизматичный, что можете ходить как хотите». И этим все сказано, Юрий Иванович. Николай, делитесь впечатлениями вы. Были ли конкуренты, Юрий Иванович? Ты обижаешь остальных наших. Как таковой конкуренции на конкурсе не было вообще, в принципе. То есть это был не столько конкурс, сколько шоу, на самом деле. Потому что каждый из конкурсантов победил в своей номинации, и соперничества как такового не было. Но в чем был тот кураж, именно то напряжение? Николай вы нервничали, признаетесь честно. Ну, в какой-то степени, да. Потому что перед своими выступал, это же всегда напряжение. Я никогда ни в чем подобном не участвовал, ни в школе, ни в студенческие годы. Я всегда старался, я остерегался вот этих конкурсов. А потом подумал, а, была не была, попробую. Это ваше собственное решение поучаствовать? Провокационный вопрос. Мне предложила директора Марина Сергеевна Рафеева. Я не смог ей отказать. То же самое со мной, я просто не могу отказать. Надежда, Марина Сергеевна. Максим, твои впечатления? Ну, из всех участников, наверное, я единственный, который сам больше волновался. Это ты так думаешь, Юрий Иванович? Слышишь, как что рассказывает? Ну, это тоже мой первый такой конкурс. Все понравилось. В следующем году будешь участвовать? Позовут, да, конечно. А чего сразу позовут? Это же инициатива своя должна, когда по собственному желанию. Если же будет проводить. Неизвестно, будет ли он в следующем году. Хотя Елена Еремевна Долгополова, это глава нашей Белорусской библиотечной ассоциации, когда вот была церемония ненаграждения победителя, она сказала, что это первый конкурс. Надеюсь, что он продолжится. Я тоже так надеюсь, что действительно у нас есть кого показать. Люди достойные, я знаю, в других библиотеках работают. Я думаю, в следующем году будет намного больше участников. Так что... Да, а вдруг сыграет вот такая ревность? А вдруг почему не я? Почему я не согласился именно в 2016 году поучаствовать? Значит, в следующем году я поучаствую. Я надеюсь на это. Какие вообще отзывы получило мероприятие в глазах общественности, в глазах тех людей, которые работают в библиотеках? Да понравился, Саша, всем конкурс. Лучше расскажите, кто мог поучаствовать в конкурсе? Какие критерии? Да, критерии там были очень простые. Сотрудник библиотеки. Ну, единственное, стаж не меньше года работы в библиотеке. То есть даже наши молодые гости... Главное желание и какие-то уже маломальские навыки практической работы в библиотеке. Это очень важно, потому что, извините, когда человек идет на такое... Даже если это шоу, но все-таки элементы конкурса там есть. То есть мы отвечали на неожиданные каверзные вопросы. Там один из конкурсов был ответить на профессиональные вопросы. Мы из 8 человек, участников, не знали, какой вопрос кому попадет. И я тоже переживал очень. Изначально там было как бы 3 категории, да, возрастные. Но этого не придерживались в итоге? Ну, в связи с тем, что как бы меньше людей, участников, чем ожидалось. Потому что были номинации, допустим. У нас был такой момент одно время, что, допустим, по одному человеку было в каждой возрастной этой номинации. Поэтому решили, нет, лучше отказаться с возрастных. Хотя такие моменты, что человек, который проработал один год в библиотеке, да, и который проработал 27 лет в библиотеке. Это во себе сейчас 27? Ну, да. Это все-таки накладывает какие-то... Опыт какой-то есть. Конечно, конечно. Опыт есть. Хотя, вот я скажу, со своей нервной трясучкой мне было тяжело с ней справляться. Поэтому даже самый опытный человек может вот в этом нервном вот таком вот трясучке, в этой нервной, может, не знаю, чем может повернуться ситуация. Может быть, тот, который шел представлением многих, то есть по прогнозам, допустим, как главный претендент мог бы оказаться последним. И, честно говоря, когда закончился конкурс, у меня было такое состояние непонятное. Это была и не радость, это было не горчение, это было непонятно что. Я вот так стоял совершенно, и все потом посмотрели на фотографии и говорили. Такое впечатление, что человек отмучился. Перенервничал. Очень перенервничал, да. Тут нервный момент, это имеет значение, неважно, год человек проработал или 20 лет проработал. Николай, начните рассказывать о том, какие конкурсы предложили вам пройти организаторы, поучаствовать в каких? Началось все с визитки, потом дефиле, собственно, творческий конкурс, ответы на вопросы каверзные, о которых Юрий Иванович говорил, юмористический конкурс. И все, наверное, да? Да, все. По-моему, все назвал. Максим, вам конкурс какой больше всего понравился? Юмористический. Юмористический? И что вы подготовили на этот конкурс? Ну, у меня там было снято видео в нашей библиотеке. Мы решили провести эксперимент. Книги, которые были бы прочитаны нашими читателями, ну, то есть, и выяснить, что из этого получится. И, как говорится, сняли видео, и все были просто в восторге от моего видео. Прошло отлично, да. Заинтриговали вы телезрители, я предлагаю посмотреть. Десятое место занимает книга «Застольная песни космонавтов». Сложно, конечно, представить область применения данной информации, но что-то мне подсказывает. Если в самый разгар вечеринки достать такую книгу, то звание самого крутого парня вам гарантировано. На девятом месте расположилась милая книжица под названием «Борщ как средство единения семьи». Тема борща у молодежи в последнее время набирает обороты, и теперь принято говорить «Я тебя люблю и хочу от тебя борщей». На четвертом месте расположилась самая актуальная книга всей современности – «Позы для сидения за ноутбуком». Уверен, миллионы людей днями и ночами мечтают о такой книге. Вот даже и не знаю, кому будет больше интересен наш следующий участник – мужчинам или женщинам. Вашему вниманию участник под номером 3 – «Как угнать танк за 60 секунд». Милые женщины, если ваш умный мужчина ночами пропадает за их бой в танке, вам обязательно стоит изучить данный вопрос. И, наконец, первое место, по мнению читателей Брагинской центральной библиотеки – «Вся правда о Шауруме». Эта книга развеет последние мифы о котиках и собачках. Вот так сложился рейтинг книг, которые обязательно были бы прочитаны нашими читателями. Как видите, у нас бывает очень интересно. Николай, знаю, что вы покорили зрителей каскадом скороговорок, которые были сложены в логический рассказ. Можете нам сейчас повторить? Я во время творческого конкурса рассказал скороговорку «Лигурия». Это известная скороговорка, популярная в интернете. Есть разные варианты ее прочтения, но я рассказал. Вам это удалось, Николай, ну, давайте, чтобы телезрители тоже поверили. Давайте попробуем. Давайте. В четверг, 4-го числа, в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не выловировали. И потом протокол запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик, где чисто да не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, Где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начали набкурить трубкой Не кури, турка, трубку Купи лучше кипа пик, лучше пик кипа купи Это придется бомбардир из Бранденбурга, бомбами замомардируют за то, что некто чернорылый У него полдвара рыл и назрыл, вырыл и подрыл Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали в то время крала с Кларю Пока Карлу Клара, Клара корала За что Клару Карлу, Клара нет А потом на дворе вдовы варвары, два этих вора дрова воровали Но грех не смех не вложить в ореха Кларе с Карлом в омарке в сороке шумели в драке Вот и не на бомбардире варам было Заторосердившаяся вдова убрала в сорок дрова Раз дрова, два дрова, три дрова Не вместили все дрова И два дрова сека, два дрова кола, дрова руба Расчувствовавшиеся варвары выдворили дрова в шире двора Обратно на дровяной двор Где цапля чехла, цапля сохла, цапля сдохла Цеплял их же цапли, цепка цеплялся за цепь Молодец против овец, а против молодца сам овца Который носит сильное сено в сане Потом везет Сенька, Сонька, Санька на станках Санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб А оттуда только шапка, шишки и шип Затем по шоссе Саш пошел Саша на шоссе, Саша нашел Сонька же Сашкина подружка шла по шоссе И сосала сушку Да при том и Соньке в ртушке в рту еще и три ватрушки А корот медовик, но ей не до медовика Сонька и с ватрушками в рту панамаре Перепанамарит, перевыпанамарит Ружит как жужелица, ружит да кружится Бала у фрола, фролу на лавру наврала К лавру на фрола, лавру наврет Штувах мистер свах мистер шей Рот мистер с рот мистер шей У жа у жата, у ежа и жата А у него высокопоставленный гость Он нес трость И вскоре опять пять ребят Сели пять опят С полчетвертью четверика чечевица Бещера точная До 1666 пирогов с творогом И сыворотки из-под простокваши А всем этом колокола звоном Раззванивали Да так, что даже Константин Зальцбургский Беспроспективняк Из-под бронетранспортера Констатировал Как все колокола Не переколоколовать Не переколоколовать Так и все скороговорок Не переколоколовать Не переколоколовать Но попытка не пытка Николай, браво Я не знаю Можешь пересказать Своими словами Николай, это просто невероятно Как вот Не, правда Я настолько восхищенная Как вообще можно было Сколько вы готовились И как это Целый интернет Это не каждый Скороговорок сможет Николай просто все собрал Все, все, что Это не я собрал, это уже существующая скороговорка. Ну, неважно, пусть она готова, но сказать это так, это же реально быстро, здорово. Ну, поэтому он и победитель. Да. Я не победитель. Ну, один из. Победитель в своей номинации. А у нас нету проигравших, я считаю. Конечно, проигравших у нас нету. И вообще, допустим, вот если бы меня спросили, а если бы в конкурсе были первое, второе, третье место, и мне оно не досталось. Я искренне говорю, что я был бы очень рад за каждого, кто бы получил это место, потому что ребята очень достойные. Юрий Иванович, конечно, был бесподобен в юмористическом конкурсе. Расскажите о том номере, который вы представили. Ну, мы с Юрой Ирачинским, это участник под номером четыре конкурса, заведующий отделом библиотековедения нашей библиотеки. Когда речь зашла о том, что представить именно в юмористическом конкурсе, я хотел рассказывать изначально какие-то истории из реальной жизни, допустим, о наших преподавательных университетах культуры, потому что там масса смешных случаев было. Но Юра предложил, а давайте вот скетч этот известный сделаем, тем более, что мы в библиотеке это показывали у нас не один раз. Ну, мы подумали, во-первых, это будут меньше траты времени, экономия конкурсного времени, то есть зрители меньше будут томиться в зрительном зале, пока каждый из нас будет отдельно выступать. Во-вторых, материал-то уже знакомый, и с ним легче, его только осталось повторить, и всё. Но насколько это получилось судить зрителям, хотя у нас были, кто был на шоу 9 числа, те видели, публика, как говорит Игорь Моменко, не истовствовал. Это было, ну, это, наверное, было смешно. Это было очень смешно, это было очень смешно. Так, я тихонечко сейчас, ты будешь, я достану вам второй тон. Вот, 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 вот он, второй тон. Поднимайте. А давайте теперь я выше, а вы почему вы меня унижаете? Я в плане, чтобы наши книги не столкнулись. Наши книги никогда не столкнутся, вы не в моём вкусе. Ну, извините. А что делать? Не знаю, ничего. А может, на расклад? Хорошо, бросаем на счёт три. Раз. Два. Два с половиной. Вы что, куда зашли? Что вы бросаете? Это же библиотека, здесь должно быть тихо. А что делать? Не знаю. Слушайте, дайте мне почитать. Дайте мне книгу, я хочу получить знания. Вы будете стоять на месте, пока не закроется библиотека. Осталось восемь часов. Вы конкурсом довольны его итогами, мы так поняли. Интересно знать, что думают по этому поводу члены жюри, которые вас оценивали, зрители в зале. Я предлагаю послушать, что говорит по поводу конкурса директором Гомельской областной библиотеки Марина Сергеевна Рафеева. Наверное, главной задачей нашего конкурса было позиционирование профессии библиотекаря как интересной, увлекательной, необычной профессии. Потому что у обывателей складывается такое впечатление, что для работы в библиотеке, наверное, не нужны специальные знания, умения, навыки. И библиотекарь, работая здесь, просто занимается выдачей книг читателям. На самом деле это не так. Наши мужчины еще раз показали, насколько интересной может быть профессия библиотекаря. Потому что современный библиотекарь — это человек, имеющий специальное высшее образование. Это высоко эрутированный человек. Это обязательно креативный человек, потому что сегодня современная библиотека — это не просто место, где выдают книги, а это настоящий социокультурный центр, в который люди приходят и пообщаться, и получить какую-то новую информацию. И наша профессия вот в этом и интересна, и уникальна, что каждый день у нас складывается новое интересное знакомство. Мы изучаем и увидим новые интересные книги, свежие газеты и журналы. И складываются какие-то интересные жизненные ситуации, необычные, неповторимые ежедневно. Наши мужчины были настолько разноплановыми, они показали себя и как творческую личность, показали себя и как профессионала, показали и насколько они могут быть интересны в общении, и насколько они на самом деле интересны мужчины. Потому что прежде всего, когда рядом с тобой работает женщина, ты должен выглядеть мужественно и, наверное, соответствовать этому предназначению быть мужчиной, быть сильным человеком, представлять сильный пол. Расскажите, кто же принял участие, из каких представителей каких библиотек были в конкурсе задействованы? Ну, четыре нас, представителя областной библиотеки. Я, Николай Юрий Ирачинский, заведующий отделом библиотековедения, и еще был Олег Ананьев, замдиректора. Ну, Максим Ласица, Брагинская центральная районная библиотека. Кстати, мы с Максимом Земляки, я родом из Брагинского района. Был методист Павел Олейник из Борисовской центральной районной библиотеки, Алексей Тарасов, ведущий библиограф Национальной библиотеки Беларуси, и Николай Шумин, заведующий Музеем истории медицины Беларуси, который при Республиканской научно-медицинской библиотеке существует. Вот нас восемь человек. И вы, Юрий Иванович, уже в библиотеке 27 лет работаете, да? Да, не много, не мало, 27. Николай? Я чуть больше года. То есть еще чуть-чуть, и могли бы не поучаствовать в конкурсе, да, если бы меньше. Максим, а вы? Ну, я вот уже 26 декабря, как четвертый, четыре года работаю в библиотеке. Уже стаж. Два с половиной года работал в отделе комплектования обработки литературы обычным библиотекарем. В 2015 году был переведен на должность заведующего отдела обслуживания информации. Ну, работаю до сих пор. Расскажите, почему вы работаете в библиотеке? Образование-то одно, а почему все-таки держат вас эти стены, Юрий Иванович? Столько лет? Вот как пришел 1 августа 1989 года. Страшно вспомнить, когда. Вот так и работаю до сих пор. И помню хорошо первый свой рабочий день, чем он запомнился мне. Такой юмористический тоже момент, когда я пришел в библиотеку. Как раз разгружали кровельное железо для крыши. Вот он мне запомнился. Вообще, у нас праздники часто бывали в те времена, допустим, 8 марта. Женщины все разодеты, идут в актовый зал. И вдруг говорят, привезли мебель, нужно разгружать. И все дружными рядами разодеты, идут разгружать мебель. Да, все-таки женщин большинство куда же. А вообще, это место такое, мое самое, наверное, любимое место на земле. Потому что еще задолго до того, как я стал работать в Гомельской областной библиотеке, я полюбил. Я вообще до того, как попал в Гомель, я вообще ни разу не бывал в городе. Слышал отзывы, что он такой красивый, что необычный город, что тут необычная атмосфера. Я побывал на практике в областной библиотеке, все. Какие люди, какой город, только тут работать, больше нигде. Хотя на распределении, вот я хочу признаться, меня сватали в центральную районную библиотеку Брагинскую, директором, прямо директором. Но я сразу отказался, нет, я иду только в Гомель, в областную библиотеку, меня там ждет Галина Григорьевна Потапова, которая в то время была директором. И я сюда пошел, и я ни минуты не жалею, что я здесь работаю. Здесь такие возможности для творчества, что, наверное, никакие деньги мира не дадут этого счастья, которое испытываешь в библиотеке. Есть, уважаемые гости, у нас к вам еще несколько вопросов серьезных и не очень. Предлагаем вам на них ответить. Итак, Николай, библиотека как место работы привлекла меня возможностью получить... Колоссальный опыт, на самом деле. Потому что, как я говорил в своей визитке на конкурсе, я попал в библиотеку случайно. Как бы это ни звучало, но это действительно правда. Я не библиотекой по образованию. И вообще я должен был оказаться в совершенно другом месте. В другом даже городе. И в университете меня распределили уже туда. Я должен был туда уехать. И все решилось буквально в самый последний момент. Повторно собирали в ректорате комиссию. Меня перераспределяли в ленинскую библиотеку. Я никогда бы не подумал, что судьба меня приведет сюда. Я нисколько об этом не жалею, потому что это интересно. Ну, вопреки расхожим стереотипам, библиотека сейчас – это не просто библиотека. Сейчас это все сразу. Это такое культурное учреждение многопрофильное, в котором можно проявить себя как угодно. С разных сторон. Да, с разных сторон. Подтверждение слов Юрия Ивановича. Хорошо. Максим, от чего, на ваш взгляд, зависит будущее библиотечной профессии? От нас, от мужчин. Такое четкое утверждение. Такое по-ужески. Юрий Иванович, если бы вам сейчас пришлось составить свое резюме, какое свое личное качество вы поставили бы на первое место и почему? Отрицательное или положительное? А, это вам. Резюме представьте. Это же нужно представить себя. Смотря куда резюме. Хочу ли я туда попасть, да? Нет, давайте хорошее. Ну, если хорошее, я, в общем-то, человек, который долго запрягает, но потом быстро еду. Допустим, я могу быть немножко несобранным, да, вот часто время какое-то упускаю, могу что-то забыть. Ну, извините, все-таки мне не 20 лет, а 52 года, все-таки старческие какие-то моменты уже проклевываются. Да, да вы на себя наговариваете. Но, когда нужно, я могу собраться и сделать работу очень быстро и, надеюсь, качественно. Я думаю, что директор и мои коллеги против моей работы, против качества не имеют ничего. Надеюсь, все довольны. Конечно, Юрий Иванович, об этом говорит и стаж, и должность, и все остальное, и опыт. Так, хорошо. Николай, назовите три причины, по которым я пойму, что мне нужно стать читателем именно в вашей библиотеке. Три. Целых три. У нас есть книги. Так они есть в библиотеке. Их очень много. Лучше для его. И еще там работает мистер элегантность. Браво. А третье? По-моему, супервеские причины. Да, ничего противопоставить. Максим, известны ли вам книги о библиотекарях? Если да, то какие? Если честно, нет, неизвестны. Ну, вот так вот. Интересно, Юрий Иванович, а вам, как человеку более опытному, известны такие книги? Ну, естественно, одна из них, которая получила премию «Русский букер», это Михаил Елизаров «Библиотекарь». Да, это известная книга, которая, в общем, отношение к ней неоднозначное. У меня, ну, мягко говоря, резко отрицательное отношение, потому что мне, хотя она написана талантливо, это неспорно, неспоримо, что она написана талантливо, талантливым человеком. Но так как описаны там читатели и библиотекари, впрочем, как и в книге, известной «Метро-2033», да, Коля, кажется, называется? Не помню, слышно. Где там описаны такое постапокалиптическая Москва, где действие происходит в метро московском после какой-то катастрофы. И вот герои там пробираются в Российскую государственную библиотеку, и там среди каталогов, стеллажей бродят вот такие какие-то мутанты-библиотекари. Это тоже интересно, но вот, извините. Интересно. Мутанты-библиотекари. Это интересно, но хотелось бы, чтобы профессия библиотекаря была какой-то более положительный вид имела. Чтобы вот глядя, вот в чем плюс этого конкурса? Посмотрите на сидящих рядом со мной молодых людей. Вот лицо, настоящее лицо современной библиотеки, вот будущее наших библиотек, потому что в библиотеках наших работают вот такие интересные, умные, талантливые люди. Так, не оправдать, не имейте права слова Юрия Ивановича. Так, хорошо, дальше. Юрий Иванович, на днях натолкнулась на список 100 лучших книг, которые должен прочесть каждый. Но этих списков, конечно, он не один. Есть ли у вас такой вот, например, эти список? И что вы нам сегодня порекомендуете из этого списка? Ой, вы знаете, этими списками весь набит интернет. Я вообще сомневаюсь, вот эти люди, которые составляют эти списки, они сами это читали? Я очень сомневаюсь, что они их читали. Сейчас больше того, что, ну, в любом случае у каждого человека есть какой-то вот книг. Но тем не менее, ваш совет, вот что бы вы поставили для этого книжка? У меня есть любимая книга, к которой я периодически люблю возвращаться. Несмотря на то, что я читаю и стараюсь читать что-то из современной литературы, то, что сейчас на слуху. Ну, вот те книги, к которым я периодически возвращаюсь, это «Граф Монте-Кристо» Дюма, одна из моих любимых книг, «Мастер Маргарита Булгакова», книги «Ремарка». Это вообще мой самый-самый любимый, наверное, писатель из всех писателей мировой литературы, самый любимый, потому что там всё есть. А книги, у которых всё есть, к книгам хочется возвращаться по многу и многу раз. Ну что ж, очень дельный совет. Ну что ж, серьёзные вопросы закончились, и мы предлагаем обсудить шуточные вопросы. Итак, Максим, где в библиотеке находятся самые интересные книги? Самые интересные книги, я думаю... Где вы их там прячете? В хранилище, в шкафы под замком, да. А чё же вы там прячете? Они, по сути, все интересные. На абонементе, в читальном зале там справочники, словары. Ну не знаю... Илья Иванович, вы как бы на этот шуточный вопрос... Ну что, шкаф, это, конечно, тоже шутка, хотя вот в 90-е годы, когда был вот этот читательский бомб, да, были такие шкафы, были в библиотеке, я знаю. Сейчас нету таких шкафов. Что касается, где находятся самые лучшие, ну, конечно, в Гомельской областной универсальной библиотеке, площадь Победы 2А, приходится. Вот. Николай. Бытует мнение, что те, кто много читают, носят очки. Так, всё-таки читать это вредно или полезно? Тут сидят одни очкари. Читать? Значит, вопрос ко всем. Николай, вы начинаете. Помощь друга. Помощь зала. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Мне кажется, зрение чаще всего ухудшается по другим причинам. Да. Чтение здесь ни при чём. Наш век современных технологий, правда? Когда под рукой гаджеты, под рукой телефоны. Я читал совершенно другую версию, почему зрение сейчас у многих плохое. Вовсе не от телевизора и не от монитора компьютера. А от того, что люди очень редко бывают на улице и не хватает нашим глазам натурального, естественного, солнечного света. Поэтому, друзья мои, давайте периодически выходить на улицу, побродить по городу. Тем более, наш город такой красивый. Почему не по городу? Защита. Помощь друга пригодилась. Юрий Иванович, что происходит в библиотеке ночью, когда все уходят домой? Это самый сильный вопрос. Кому этот вопрос был на конкурсе? Ничего у нас не происходит. У нас везде датчики натыканы, которые даже на тень реагируют. Не происходить ничего интересного. Говорят, что у нас есть призрак библиотеки, и он ходит ночью по библиотеке. Да ладно, и что, много историй с этим связано? Ну, есть такие уже моменты, которые, когда неожиданно в пустом помещении что-то валится, какие-то звуки. Ну, можно в это поверить. Хотя, ну, я знаю, мне хочется верить. Хочется тумана таинственности, романтики в нашу библиотеку добавить. Ну что, никто не был свидетелем, никто не задерживался на работе до ночи? Трактически ночью уходим, буквально сейчас зима. Я думал, что приходить ночью и уходить ночью. Ну, что же еще делать в библиотеке? Меня закрывали в библиотеке, было несколько раз. Специально? Ну, не до ночи я там сидел. Потому что приезжала милиция, когда срабатывали датчики, да? Приезжала милиция, приходили сотрудники, открывали библиотеку. Такое бывает часто в различных заведениях. Следующий вопрос. Максим, зачем библиотеке интернет? Ведь говорят, что книги лучше. При современном развитии технологий в наше время не могут обойтись не только физические лица, но и ни одна организация или учреждение. В данном случае это не является заменой книги. Это всего лишь веяние времени. Сеть интернета является связующим звеном всех библиотек страны для обмена информацией. Это быстро, удобно. И ни в коем образом не заменить нам книги. Ну, такой серьезный ответ на шуточный вопрос. Но зато со смыслом каким. Николай, посоветуйте мне, пожалуйста, книгу о любви без взаимности. Я его люблю, а он на меня внимания не обращает. Му-му. Таких книг масса. Через каждую вторую книгу тема неразделенной любви присутствует. Онегин, да? Евгений Онегин. В современной литературе, там все такое впечатление, что везде согласие, все взаимно. Лучше обращаться, конечно, к классике. Я уверен, что библиотекари знают, как заработать много денег. Правда? Вы знаете? Я, конечно, знаю, но я вам не скажу. Это мой секрет. Все, Саша, хотел выводить информацию, а нет? Не получилось. Я, как миллиардер Трамп, ставший президентом США, знаю. Просто прячу свои деньги на черный день. Потрачу их на библиотеку, на себя. Любимого, правда? Но не скажу, где это место находится, где мои большие деньги хранятся. Ну что ж, уважаемые гости, может быть, в конце нашего с вами общения наверняка хочется сказать кому-то спасибо за такую предоставленную возможность. Может быть, выразить надежду на то, что конкурс будет состояться, в будущем тоже проходить, чтобы большее количество участников смогло принять участие. Я, наверное, от числа всех присутствующих здесь в студии скажу, что спасибо огромное нашим группам поддержки, которые настолько болели с кричалками, с пищалками и так далее. Они нас здорово поддерживали. Но в первую очередь благодарность руководству нашей Гомельской областной универсальной библиотеки, без которой вообще бы конкурс, я сомневаюсь, состоялся бы. Потому что Марина Сергеевна, Татьяна Леонидовна, заместитель директора, они работали с нашими деловыми партнерами, благодаря которым тоже конкурс состоялся, с информационными нашими партнерами, телерадиокомпания Гомель и так далее. Спасибо огромное всем-всем-всем, кто унес свою лепту в этот конкурс. Я думаю, что благодаря и руководству библиотеки, и Белорусской библиотечной ассоциации, которая поддержала и нашим деловым информационным партнерам, получился не конкурс, а настоящий праздник. Вот только сейчас я понимаю, сидя здесь в этом кресле, я расслаблен, я понимаю, что это было великолепно, здорово, спасибо всем. Ой, спасибо, спасибо за яркие впечатления, поделились с нами, как будто бы тоже. Спасибо за беседу, за интересную беседу. Мы желаем вам успехов и новых достижений в творчестве, ну а конкурсу процветания. Всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания. Программа «Добрый вечер. Гомель» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Светлана Князева и Александр Гамоля. И мы приветствуем всех, кто сейчас смотрит телевизор на «Четверке» телеканале «Гомельской области» и предлагаем отлично провести время в компании наших следующих гостей. Во втором блоке нашей программы победители республиканского конкурса «МВД. Семья служим вместе». «Чета милиционеров», «Семенчик». Родители Вячеслав и Ольга, а также их дети Сергей и Олег. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Ну, расскажите, какие впечатления о конкурсе, как все происходило, что он после себя оставил в ваших сердцах? Первый ли это опыт? Слушай, столько сразу вопросов. Ну, начинайте по очереди. Ну, вообще, да, у нас это первые такие как бы выступления, вот этот конкурс. Вот мы в первый раз приняли им участие. Ну, скажу, как-то вот все-таки или встряхнулись, или встрепенулись как-то вот так вот немножко. Было что-то новое, да? Что-то неожиданное для семьи. Как готовились? Еще о конкурсе немножко. Впечатления, конечно, очень большие, потому что настолько большой этот масштабный уровень. Мы как бы... Этот конкурс проходит с 2008 года в системе МВД. Вот. И, конечно, очень приятно, что в этот раз он проходил в Гомель, и мы именно победили в этом конкурсе. Это вдвойне приятно, что наша семья, и она финалисты, конечно. Ну, готовились... Ну, я считаю, что наша семья уже как бы готова к тому, что муж столько лет работает в правоохранительных органах. 17 лет я, 17 лет дети наши. Ну, уже как бы, не знаем, как в будущем пойдут по стопам родители или нет. Ну, вот как Олег уже одел форму МЧС, поступил в класс, поэтому... Возможно, пойдет. Да, возможно, пойдет по стопам. Какова периодичность проведения конкурса? Каждый год? Каждый год проводят этот конкурс. Вот именно в этом году он проходил в Гомель. 8 лет, и вы впервые только решили получать? Ну, как бы мы в прошлом году хотели попробовать этот конкурс, но как бы... Ну, может, боялись... Не решались. А вот мне все-таки интересно, это вот вы решаете, вот подаете заявки, либо как-то руководство решает, все-таки определяет, какая семья, чего достойно, да, и выбирает. Предлагают, вот у нас на работе, допустим, предложили, что вы служите, муж служит, может как-то попробовать поучаствовать в конкурсе. Ну, вот и согласились. А как мы победили, я считаю, что это только... Ну, это руководство решало, потому что на уровне УВД было 26 семей. С каждой... Ну, с каждых отделов по всей области. И, ну, соответственно, уже офицерское собрание, руководители смотрели более достойные, как-то так скажем. А вот. Как дети восприняли новость, когда вы предложили поучаствовать? Советовались с ними или так дети? Или все было в приказном порядке? Мы участвуем, мы никаких... Нет, просто в приказном порядке, им самим интересно. То же самое, мы стараемся с семьей, так куда-то если выходим, чтобы интересно было, что все вместе. Ну, и плюс ко всему, у нас же получилось, что вместе с конкурсом у мамы было день рождения, совпало это все у нас. Так что у нас какой-то двойной праздник такой был. Олег, поделись впечатлениями. Ну, вообще, конкурс поразил своим масштабом. Ну, и впечатления в основном от конкурса радостные были. И, ну, приполняли очень сильные эмоции. Как одноклассники тоже реагировали, да? Вот говорили, что... Ну, да, узнавать стали. Зажать даже все, кто за это. Ну, да. Сергей. Мне понравилось конкурсом то, что когда мы заходили, там было множество рисунков и хорошие концерты были. Вы тоже какие-то творческие номера готовили. Ну, давайте по очереди. Что из себя представляло? Это конкурс, программа конкурса, какие этапы? Ну, это вообще уже как бы было как бы награждение. Награждение, то есть сами этапы, они немножко раньше. Да, это уже как бы конкурс сделан под награждение. Там, получается, собрали семьи уже, кто финалисты. Их уже просто у нас в области уже поздравляли, можно сказать. Ну, надо было пройти какой-то определенный путь до того момента. До этого уже, да. Уже определили, как бы выбирали. А как выбирали? Определенный путь, ну, то есть, вот как, допустим, наша семья, мы о себе составили какое-то резюме. Да, то есть, папа о себе, мама о себе фотографировали с детьми. Ну, как бы особых таких конкурсов не было, чтобы там бегать, прыгать. Нет, просто небольшой видеоролик о нашей жизни, как бы, как сказать, один день из жизни нашей семьи. И, ну, вот таким образом все. То есть, а уже на этом уровне руководство определяло, как бы, ну, смотрело. А, то есть, да. Да, то есть, нет. Не было, например, нет творческих каких-то номеров? В основном, как бы, смотрели участие в жизни коллектива. Как мы, вот, во время своей службы, там, участвуем в коллективе, принимаем какие-то участия. Где-то в соревнованиях, где-то участвуем, где-то в конкурсах то же самое. Ага, ну, тогда теперь рассказывайте, почему же, все-таки же есть какие-то заслуги, значит, в деятельности коллектива, раз вас так отметили. Ну, в 99-м году, когда пришел я в ГАИ, соответственно, сразу начал ездить на соревнования. У нас есть конкурс, проводится конкурс ДПС, он проходит каждый год в каждой области, инспекторов ДПС. Ну, вот я участвовал в нем 7 лет подряд. Ну, соответственно, были и призовые места. Ольга, ну, а чем вы можете, скажем так, вот, похвастаться какими заслугами? Как бы, ну, как бы, похвастаться, это уже так высоко, скажем так. Значит, ну, на работе, я не знаю, как бы, все сотрудники, вот я как липучка, вот они ко мне, все любят со мной общаться. Мы знаем, что вы не сами затея, все мероприятия, это все через вас проходит. Все через Оля, 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 вот тоже день рождения, все, кто пришел мне поздравить с этой акцией, с днем рождения, было настолько все, ну, вот такое темное. Я вам скажу, что даже соревнования, которые проходят, вот, были у нас соревнования по футболу, когда ГАИ заняла первое место, приза дали зрителям, вот именно жене отдали. Все будут мастерировать, как это, центральное отдело, приз ГАИ забрали. Да, даже такое было, то есть сагитировала в отделе девушек. А мы пошли болеть за ГАИ. То есть, как бы, да, вот, немного, как бы, как бы сказать, и предала свое дело, муж ближе, поэтому. А что касается вот еще детей, да, вот у нас еще в системе МВД проходит не только вот акция «Семья, служим вместе», еще конкурс проходит детских рисунков, то есть тоже каждый год. Ну, в прошлом году Олег попытался тоже в этом конкурсе поучаствовать, ну, немножко были какие-то работы лучше. Ну, то есть мы, какие акции проводятся, мы стараемся, да, 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 участвовать в жизни коллектива, потому что если мы большую часть времени проводим на работе, если не жить в коллективе, и всеми вот этими традициями, то, ну, это, я считаю, что это и есть любовь к работе, все потому что мы большую часть времени проводим там. Ну, я так понимаю, что все вы занятые люди. Мама часто занята на работе, папа часто занят тоже на работе. А вы что в выходные делают дети? Есть какие-то увлечения? Ну, занимаюсь я пожарно-прикладным спортом в свободное от учебы время. Ну, и вообще люблю фильмы, очень люблю фильмы, сериалы. Смотреть. Да, наверное, на милитейскую тематику. Ну, не только. Сергей есть увлечение, я точно знаю. Больше люблю ходить с друзьями, собираться, в футбол поиграть. Правильно, пообщаться. А что ты собираешь, Сергей? Что собираешь? Журналы, Гарри Поттер, Автолегенды. Машинки, да, много очень машинок. Значки коллекции, тоже значков много. По стопам отца кто пойдет? Признавайтесь. Ну, говорите. Я еще не определился, если честно. Еще все впереди. Скажите, что благодаря конкурсу вы почерпнули для себя? И каковы его основные задачи? Какие вы видите? Для чего проводится такой конкурс? Ну, такие конкурсы, конечно, они немножко показывают, что-таки в коллективе, как вот люди живут. Я думаю, каждому приятно как-то где-то чего-то добиться, там, занять какое-то первое место. И любой человек понимает, что чего-то добился, ему это как-то, ну, на душе как-то более задорно. И, наоборот, еще больше хочется что-то делать. Стимулирует. Да, и более семья становится сплощенной после таких вот мероприятий. Как-то радостно все это так воспринимается, даже более празднично. Да, и на работе к тебе вот все превозносят себя, и детей в школе. То есть, ну, нужно это для того, чтобы показать даже, что не просто нашу работу, а показать хотя бы вот этот кусочек наших будней. Вы почувствовали, что стали сплоченнее, наверное, да, и как-то более дружнее? Да, очень, очень. Более стали дружными, сплоченными, потому что, ну, вот, благодаря таким конкурсам все-таки, я не знаю, семьи дружнее становятся, мне кажется. Мне кажется, что просто люди в этот момент узнают друг друга еще лучше, потому что совершенно какая-то другая ситуация, да, другие задачи ставятся перед семьей, и многое открывается новыми. Кажется, вот, даже друг в друге, хотя бы все рядышком, все вместе. Расскажите себе, ведь служба вас, по сути дела, сблизилась с филами, да? Расскажите, как вы? Учились мы в одной школе, в одну школу ходили. Родители наши вместе работают. Уже работали? Да, уже работали, да. Сейчас уже на фензи. Занимались вместе спортом, в основном как-то по легкой атлетике. Мы сделали на соревнованиях вместе. Ну, как бы, знаем уже, как бы, со школьной скамьи друг друга. Тогда еще в школе учившись, начались как-то появляться симпатии друг к другу. Это и все, что шло постепенно, не было? Да, супер истории такой. Такой супер, наверное, не было. А я считаю, что это и есть супер история, когда, понимаете, когда с самого детства друг друга знаешь, и как бы детство это детство, игрушки, как бы не знаешь, к чему это все приведет. А потом, когда уже стали постарше, там чувства и проявились. Я считаю, что это, как бы, можно сказать, всю жизнь вместе. Вы часто задерживаетесь на работе. Как вам удается вот все-таки выработать правильный семейный режим, чтобы вот... Ну, наверняка мамы вечерами дома не бывают очень часто. Ведь у вас достаточно сложная работа. Как к этому относитесь? Наверное, Вячеслав становится главным на кухне в этот момент. Ну, всякое бывает. Бывает, и папа приходит поздно, бывает, и мама. Но я хочу сказать, что дети во многом помогают. Потому что приходишь, дети могут приготовить ужин. Уберут в квартире, вытирут пыль, цветы польют, то есть посуду помоют. Еще и позвонят, спросят, мама, ты уже едешь кушать? Когда кушать? Когда ставить кушать? Когда тебе греть? То есть в этом плане, да, они уже как бы взрослые. Но когда были поменьше, немножко было тяжеловато. Ну, а сейчас... То есть дисциплина в доме железная, да? Железная, железная. Для вас переживать по поводу того, что нет дочки, и не стоит. То есть такие ребята, что и приготовят, и встретят. Да, то есть мужчины в доме есть. Каких принципов воспитания придерживаетесь? Мальчиков своих воспитываем. Ну, как бы, вот некоторые сильно большой упор делают на учебу, например, да, считают, что должен учиться хорошо. Ну, мое вот такое понятие, как бы, учиться, может быть, и не стоит, ну, как бы, сильно уже отлично, да. Главное, чтобы был человеком хорошим, нормальным, как бы, нормально воспринимал все, как бы, и порядочным человеком в первую очередь надо быть. Ну, уже все учебу, уже все остальное, как бы, и... Ну, для этого нужно прививать систему ценностей. Какова ваша система ценностей, вашей семье? Ну, в первую очередь, конечно же, мы требуем того, чтобы уважали родителей. И наших родителей, и нас, соответственно. Ну, и были порядочными людьми. Чтобы к ровесникам тоже относили к своим. Так как хочешь, чтобы относились к тебе, мы учим их к тому, что и ты точно так же должен относиться к другим. Уважаемые телезрители, у нас есть сюжет о том, как проходил конкурс, его финальная часть. Внимание на экран. Республиканский конкурс «Семья служим вместе» в этом году прошел в девятый раз. До финала дошли 14 лучших. Среди главных критериев – дисциплинированность, ответственность и активное участие в общественной жизни подразделений. Но, наверное, самая главная пропаганда семейных ценностей. И везде участники стремятся доказать, что служба и семья друг друга не исключают. Не обязательно они должны служить вместе. Они принимают активное участие в развитии коллектива, в жизни коллектива, дети этих семей. Поэтому наиболее активные, те, которые ведут здоровый образ жизни, показывают пример всем остальным, мы честны на таких мероприятиях. И тем самым показываем пример всем остальным. Согласно условиям конкурса «Семья служим вместе» в органах внутренних дел должен служить как минимум один член семьи. Особое внимание – увлечением свободное время. Кто домашние растения выращивает, кто иностранные языки изучает, кто-то занимается ландшафтным дизайном на дачных участках. Но в любом случае главное – внимание воспитанию детей. Николаю Костюченко сейчас 10 лет. Несмотря на то, что отец – полковник милиции с соответствующей занятостью на службе, вместе они проводят много времени. Мы занимаемся походами, каратэ занимаюсь я. Папа все время меня возит на тренировки. Мы с ним проводим лишнее время, мы ходим на речку, рыбачим. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и добрее общество. Вручение благодарности Министерства внутренних дел и памятных подарков победителям конкурса «Семья служим вместе» еще раз подтверждает приверженность людей в погонах идеалам христианских семейных традиций. В конце концов, служить вместе – значит всегда поддерживать друг друга, гордиться своей семьей и выбранной профессией. Ольга, знаем, что в вашей семье есть определенные традиции, которые вы свято чтите, храните. Поделитесь, пожалуйста. В нашей семье такая традиция, которую привил папа нашей семье – это купание в проруби. Ой, на крещение именно? Да, на крещение. Мы купаемся постоянно. Но то есть, когда у нас есть время, то мы стараемся не только делать это на крещение, а и в другие дни. То есть изначально у нас папа обливался водой, начал купаться в проруби, потихоньку начал привлечать к этому меня. Было тяжеловато, конечно, сразу страшно. Изначально обливались водой. И сколько лет уже длится эта традиция? Хочется сказать, Вячеслав, да? Я хочу вам сказать, что... Около семи лет уже, даже больше, десять, наверное. Ну, как бы, да, еще молодые, можно сказать. Но наши родители еще, моя мать и ее мать тоже начали купаться. Благодаря нашему папе. Приучают всю семью. Так замечательно. Но это смело достаточно шаг. Многие не решаются. Я знаю много людей, которые пробовали, получился нехороший опыт, и все. И то есть уже теперь их не затащить туда. Я вам скажу, у меня был первый опыт, было 27 градусов мороза. Просто, ну, как бы, изначально вообще попала мне в руки брошюрка Порфирия Иванова. Это его учение, вот именно он там рассказывает, как что нужно делать. Да, как именно закаливаться, закаливание происходит, все. Ну, я вам скажу, что когда мороз, и ты залазишь в воду, вода теплее, так что оно... Когда выходишь, ощущение очень... А вот когда выходишь, вот все бросали в детстве снежки, да, вот руки как покалывают. Когда ты одеваешься, у тебя все тело так покалывает. Это вот Порфирий Ивановой объясняет, что у каждого человека есть раковые клетки в организме. И вот этот момент, когда ты вылазишь, они начинают погибать. Ну, как бы вот... Но все равно, когда-то готовиться нужно, как-то закаляться, обливаться. То есть не сразу зашел и вот... Не, ну, конечно, не сразу. Потому что это чревато. Вот у нас сейчас тоже готовятся потихоньку, обливаются водой. Вы тоже ребят приобщаетесь. Еще не купались, ребята? Нет, еще не купались, пока еще не... Так а как вы обливаетесь? В ванной, молодой водой? В ванной. Он моется, должен помнуться, в душу, потом выключает горячую воду, включает холодную, холодную воду обливается. Хорошо, и на протяжении какого количества времени, то есть, нужно делать такую подготовку, осуществлять? Ну, уже как сам буду готов. А ну, почувствовать организм сам даже почувствовать. Да, он сам захочется ему потом... Я вот, допустим, недельку побливалась, просто уже у самой было желание залезть в прорубь. То есть, ну, это от самого себя уже, наверное, как-то организм почувствуется. Заставлять не стоит. Захочется, оно получится потом. Вот откуда здоровье-то и силы. Да, молодости, красота. А какое семейное кредо в вашей семье есть? В семье, главное, все, и родители, и дети, ну, сплоченность. А как считаете, что нужно для того, чтобы поддерживать семейный очаг, семейное благополучие добиться? Должно быть понимание, уважение друг к другу, доверие. Если это все будет, то и семья будет сплоченной, и по жизни будет идти легко, о, какие бы сложности не приносили нам тяготы службы. Как нужно относиться к своей работе, чтобы она была успешной? В радость. Любить ее нужно. Потому что когда видишь, что работа результат какой-то дает, это очень приятно. Вот, допустим, по моей работе такая категория людей, которые осуждены к наказанию, не связаны с лишением свободы, или которые освобождаются, когда длительное время отбывали наказание. Ну, есть люди, которые... Это им большой урок, а есть люди, которым... Не извлекают. Не извлекают никаких уроков. И очень приятно видеть то, что твои старания, не во всех, конечно, случаях, но каких-то единичных, приносят большие плюсы. Вот это я считаю, что главное. Что удается хоть до какого-то человека что-то донести, когда они тебя потом благодарят, это очень приятно. Вот, поэтому работу нужно любить. Если будешь любить свою работу, то все будет получаться. Ольга, как вы отметили победу в этом конкурсе? Ну, вас же показывали на всех телеканалах, и, наверное, это было приятно, особенно для вашего большого семейства. Очень приятно. В этот день был день рождения у меня, поэтому меня поздравили не только друзья, но и поздравило руководство МВД. Преподнесли нам вот такие замечательные дипломы. И где теперь их место? На работе или все-таки дома? Вы знаете, хочется, чтобы они были в двойных экземплярах, чтобы они были и дома, и на работе. Чтобы и Вячеслава, и у вас по одному экземпляру. Да, но вот большой экземпляр у мужа на работе, а поменьше у меня, потому что хочется, чтобы сотрудники видели, участвовали в акциях. И пример брали, правда? Да, поэтому как бы на работе отметили, значит, с друзьями вместе. Праздник нам устроил МВД, поэтому концерт был очень прекрасный. С первого момента, как мы только пришли в концертный зал, сразу звучали поздравления, было очень приятно. Ну что ж, уважаемые гости, мы благодарим вас за то, что вы к нам сегодня пришли в гости, поделились своими впечатлениями, ну и вообще своими принципами по жизни. Они очень ценные, я думаю, для многих телезрителей было полезно вас послушать. Спасибо большое. Мы желаем вам творческих успехов, счастья, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо большое. Удачи, всего доброго, до свидания. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» была семья Семенчик, победители республиканского конкурса «Семья служим вместе». Мы желаем вам приятного, доброго вечера. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин